Здравствуйте, уважаемые документы и ваши помощники, сопровождающие, если у кого-то они есть. Я председатель предметной комиссии по русскому языку. Мы с вами встретимся на экзамене. Меня зовут Ольга Борисовна, фамилия моя Кушельницкая. Это есть на сайте, но это, в общем-то, не важно. Важно то, что в понедельник мы с вами встречаемся на экзамене по русскому языку. Экзамен начинается в 9 часов утра, и, насколько я знаю, сотрудники приемной комиссии всегда просят прийти раньше. А вот, может быть, кто-то скажет, потому что, насколько я знаю, вообще просят приходить за полчаса. Для того, чтобы, так сказать, всех зарегистрировать и спокойно разместиться. Что представляет собой экзамен? Это тест. Тест, состоящий из 30 заданий. Три варианта. Вот, видимо, все три варианта будут и в вашей аудитории. Значит, на проведение этого экзамена у нас с вами отводится, чтобы не соврать. Так, так, так. Процедура проведения экзамена, в принципе, описана на сайте нашего университета в файле программы вступительного испытания по русскому языку. Вот, и там написано, что основное время экзамена это 3 часа 30 минут, а для лиц с ограниченными возможностями здоровья это еще можно увеличить на полтора часа. Но время, надо сказать, избыточное, потому что сами тесты не требуют, на мой взгляд, такого огромного времени. То есть, 30 плюс полтора, это получается 5 часов. Вот, значит, для проведения экзамена вам выдаются бланки. Сотрудники приемной комиссии помогают их правильно заполнить, потому что там надо в уменительном падеже фамилию написать, имя отчества, номер экзаменационного листа и так далее, номер варианта. Вот, это все, что вам помогут сделать сотрудники приемной комиссии. Кроме того, значит, у нас такое строгое требование, чтобы, когда вы заполняете, так сказать, титулные листы и пишете на последующих листах, вам дадутся листы и для черновика, и для ответов на вопросы теста, то нигде больше, кроме как на титулном листе, не должно быть сведений об человеке, который выполняет эту работу. То есть, только на титулном листе обозначается фамилия, имя отчества, номер экзаменационного билета, вот, и больше нигде. Это делается для того, чтобы для проверяющих работа имела вид анонимный, потому что титулный лист приемной комиссии откладывает в одну сторону и запирается в сейфе до окончания проверки, а все остальные работы, вот, зашифрованные, на них проставляется шифр, одинаковый шифр на титулном листе штампуется и на всех последующих листах, и в этом виде работа поступает на проверку. Вот, то есть, это важное правило, потому что, если вдруг оказывается, какие-то сведения кто-то взял и подписался на других листах, мы не имеем права такую работу даже проверять. Вот, она не проверяется и не оценивается, то есть, фактически, вот, человек выбывает из, так сказать, из числа поступающих. Вот, если кому-то понадобится помощь, там, кто-то плохо видит или как-то, эти вопросы обычно обсуждаются и решаются с помощью, так сказать, работников приемной комиссии, которые могут оказать помощь. В общем, здесь мы подходим, так сказать, гибко, и никаких проблем до сих пор не возникало. Можно вопрос? Да. А сколько один вопрос стоит баллов? Сколько стоит баллов один вопрос? Они стоят по-разному. Вот, в варианте всего 30 вопросов, из них первые 10 стоят по 2 балла, а начиная с 11-го и до 30-го по 4 балла. Итого вы можете максимально получить 100 баллов. Вот, ну, я вас уверяю, что ниже, ниже, как бы, тройки никто не получит, потому что я эти тесты проходила на себе, и думаю, что вот они... Закладывают. А, честно говоря, я их не считала, насколько я ответила, потому что я проверяла с точки зрения возможных опечаток, там, ошибок. Вот, и это было еще до того, как эти опечатки исправили. Вот, так что, к сожалению, не знаю. Вот, дальше по правилам, также, проведения этого экзамена, что у нас еще в правилах сказано? У нас сказано, что... Да ничего особенного, значит, 30 вопросов, что вы получаете все материалы для работы, то есть листы для ответа и листы для черновика. Все они проштампованы, так сказать, штампом приемной комиссии, и когда заканчиваете работать, то все их и сдаете обратно. Абсолютно все листы. На своих листах все равно работать нельзя, так что не нужно приносить с собой бумагу, а нужно приносить с собой ручку синего или черного цвета, любую ручку, там, шариковую, гелевую, перьевую, кому как удобно. Вот, то есть выполняется работа на бланках листах, предоставляемых информационной комиссией. Вот. А вот вы сказали, что ручку черную, а как же тогда комиссия определит, может это сканировано или все-таки ручки нет? Ну, ну, вы знаете, то, что... А как это может быть отсканировано, если здесь никто со сканером не присутствовал? Здесь, так сказать, здесь не только сканер, здесь телефоны даже просят складывать на стол и, так сказать, не пользоваться ими... А? Да. Ну, если кто-то может без телефона, там, то может без него приходить. Если я принесу на экзамен сумку, то есть портфель и уберу его туда, то его нужно обязательно откладывать на тот стол или нет? Сумки, портфели тоже обычно откладываются в сторону на отдельно стоящий стол. Если что-то понадобится, то помощники приемной комиссии... Ну, понимаете, вдруг кто-нибудь раньше заканчет и телефон возьмет чужой? Нет, не возьмет, потому что у нас есть номерочки, которые приклеиваются к телефону и соответствуют человеку. Это предусмотрено, чтобы телефоны не путались. Вот. Значит, я хочу ответить на вопрос по поводу... Да, на звуке Брайля. Для этого вот как раз существуют помощники, которые должны... Что-что? Материал показан не будет. Нет, я думаю, что вся надежда на помощника, который, так сказать, может прочитать задание абитуриенту и затем по ответу абитуриента, там, устному или какому угодно, заполнить бланк, который сможет прочитать админат. Это возможно. Да, это возможно.